добрый добрый вечер сегодня будем говорить об армении и начнем с владимира нет нет с владимира семёновича высоцкого я сказал вы что там обалдели вы знаете сейчас о чем я буду говорить я не буду говорить сейчас о том что кто-то из совсем зарвавшихся людей говорил о том что надо как он про армян сказал катитесь колбаской да как-то так да я не буду напоминать что кто-то говорил о том что надо потопить было в крови стира максим чепченко говорил вообще что армяне это не народ и выступал примерно так же как выступают антисемиты он сам собственно такой принес это своего нацистского опыта он же как никак был до недавнего времени членом клуба имени дивизии сс флориан гейр тут все понятно но я вам скажу что люди куда более более успокоенно что ли несли вот в течение всего этого времени очень опасно и опасно и на заразное вредное прежде всего для российской федерации идея о чем я говорю во первых давайте сразу подчеркнем что как только начались события в армии тот же самый пресс-секретарь путин и та же самая пресс-секретарь российского миду пескова и захарова оба они выступили но однозначно с позиции невмешательства протягивая руку дружбы армянского народа собственно а вот так и надо было да и больше ничего не надо было говорить и эти люди они представляют все-таки российское руководство но не меньше чем все остальные вместе взяты давайте согласимся для начала но мы как раз не об этом нельзя закрывать глаза на другое вот все эти мрачные часы телебесия на центральных каналах которые называют сейчас ток шоу когда один с другим вставали люди той или иной степени алкоголической зависимости алкогольной зависимости дано сказать или алкоголической тоже же можно было сказать поэтому я это сказал но давайте смягчим скажем люди той или иной степени алкогольной зависимости рассказывали нам о том что событие в армении это майдан да о том что это технологии нам рассказывать о каких-то фантастических количествах американских шпионов в армении просто в да то есть цифр вообще нету отношения к реальности близки я какие-то тысячи тысячи это сервисников бегали по армении все это время как-то настраивали граждан значит а в ереване что вы там с россии ну 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 не 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 давайте по порядку во первых никакой не майдан потому что майдан действительно на украине помимо тоже имел свою совершенно ясную реваншистскую бандеровскую окраску было это и потом это выплеснули в законы которые героизировали он упа бандера шелкович герой но все это видели помните на еще кстати приющенко но право раньше это усилилось когда памятники там на каждом шагу этим негодяям то есть это же все не просто так это все это было но крайне в армении пошли совершенно не для увековечения там дроли нжд которые кстати мы все-таки на порядок меньше преступники чем бандер и шухевич форме не в отличие кстати от демонстрации прошлого лета антироссийской темы вообще не присутствует внутренние дела которые не касается ни вас не нас вообще никого касается армян и тут начинается майдан то есть на украине они открыто об этом говорили что они хотят в евросоюз как вы помните цели то были как раз таки открыты до такого вот как раз характера политического в армении ничего подобного вот ничего подобного не было кто-то там более пророссийский антироссийский кому вы морочите голову не учи вот тот президент бывший в этом армении которую вы считаете про московским саркисян не при нем ли армения подписала договор об ассоциации с евросоюзом или я плохо читаю не при нем ли армения участвовала уже в маневрах нато на кавказе вы не в курсе да майдан майдан вот вот эти люди называются политологи а дальше стоят там какие-то телеподонки наподобие артема шенина да то есть просто люди которые надо изолировать от общества потому что такая ненависть и ложь которую они извергают это сильно опасно для существования любого общества очень опасно было случаясь с арменией почему опасно все эти разговоры майдан так ли вы оскорбили армян до глубины души этим самым вот они вышли на улицу кстати правильно они сделали неправильно их новый лидер лучше или хуже вообще не об этом речь вы сказали им что как то какое вы имели право не спросив москву поменять какого-то своего руку или вот вам что сказали некоторые сказали еще открыто потопить в крови некоторые сказали катись колбаской в результате и еще кстати добавим что на самом деле это вот мы вот избавимся от вас у нас будут хорошие отношения с азербайджанцами вот прямо вас ждут в азербайджане то есть откажутся от америки от связи с америкой которые сейчас укрепились еще как в связи с ситуацией с ираном и прямо вот завтра да вот что эти люди делают почему власть допускает эту пропаганду причем безответную вот в чем здесь беда то есть конечно отдельные люди которые разбираются и понимают и умные люди ну возьмите какой там сергей маркедонов да блистательный мыслитель человек вообще замечательно естественно что армению прекрасно знает и армению карабаха модест колеров есть есть замечательные люди которые вам расскажут правду действительно ситуацию пишут обрисуют обсудят с вами но в основном же поток маразма который извергался это был поток вредительства прежде всего вредительства российско-армянских отношений которые могут привести действительно к тем настроениям сейчас которые будут способствовать отдалению армении от россии я понимаю что сейчас скажешь армения и так отдалялась от россии сейчас к этому вернемся мы сейчас к этому вернемся значит ли это что надо было армян сейчас оскорблять столь беззастенчиво столь грубо на ровном месте вот когда вы говорите им что у вас армян например или грузин или еще кого-то нет субъектности что по вашим вопросам будем договариваться в брюсселе и вашингтоне вы думаете что эти люди потом не захотят сами в брюсселе или вашингтон вот вы действительно думаете что после такого отношения таких разговоров или как там на карачках приползут или еще такое с такими вести переговоры себя не уважать я цитирую на самом деле я цитирую и кому наносится вред интересам москвы россии ее стратегическим задачам а именно сохранением своего влияния на территории бывшего советского союза максимально там где можно армения это одно из тех мест где можно было надеяться на сохранение влияния россии и это важно чтобы было установлено вот некое такое четкое разграничение это может быть финляндия плюс в пользу россии это может быть где-то финляндия минус в случае с грузией или прибалтикой но все равно это не должно превращаться в то что сегодня есть польша имеют по степени антироссийского накала это не здоровая ситуация мы с вами думаю в этом по крайней мере сойдемся согласимся и продвижение нато на восток в том виде в котором оно происходило но не способствует оздоровление ситуации то вроде остановились но сейчас давайте говорить о все таки о причинах и о том что что происходит ну эти правды скажем во первых что то что армения смотрит в сторону евросоюза это даст вполне естественно кстати в сторону нато куда меньше вы же понимаете там турция вообще является очень влиятельным фактором в нато турция совершенно не горит желание видеть армению там под собственным крылышком уж поверьте этом все примерно евросоюз другое совсем а как могут не хотеть армяне в европу и в америку если в москве тенденция точно такая же если дети чиновников а если не дети то их капиталы находятся там скажите если у кого-то из обеспеченных людей заболел родственник но не теща скажем которые могут они еще как-то позволить и лечить на территории россии дурная шутка давайте тещу тоже при в нем в категории любимых людей у некоторых стадии бывало в жизни не раз что тещи оказывались вполне достойными послушайте если у вас заболел ребенок не дай бог вам надо отправлять его куда-то учиться вы знаете куда вы отправите постарайтесь отправить куда-то туда нужно лечить точно вы не хотите на территории российской федерации было одно исключение справился задорнов человек который лечился в россии по собственной воле мог бы лечиться других местах был такой случай я знаю один случай рассказываю специально но все остальные то нет вот при этой общей ситуации тут кстати не надо уже говорить что всех подговорили там какие-то представители посольства каких-то при этой общей нездоровой ситуации о чем хотите это армении то есть когда как в этом анекдоте сам себе не нужен то и нагнетанием ненависти к другим опять же ничего нельзя добиться добиться можно увеличением любви к тому лучшему что есть в россии то о чем я всегда говорил то что пытался делать российской телеканалах на самом то что мне не дают делать вместо этого только ненависть другим ненависть ненависть накачивает ненависть этого украинцы то поляки то американцы французы немцы а сейчас армяне тоже но израиль понятно не любит но тут никто и не ждал что они полюбят так скажите вообще вот что вы делаете вы сейчас настраиваете против себя важный для вас народ союзник невзирая на то что настроение там прозападная относительно да все больше и больше проявляется но ниже понимаешь им необходимо ваше присутствие ваши военные базы и вы оказали им помощь значительно военно тем не менее ваша заслуга в том что они сегодня не оставили ни одной пяти земли которую отвоевали в ходе войны в карабахе это же тоже мы все понимаем у россии заслуги в таком смысле то есть азербайджан заслуга не считают но люди которые относятся к армении с больше симпатии могут относиться к этому я кстати опять же не тешься никакими иллюзиями насчет то что в армении там прям все собрались там до откуда-то прямо спустили из каких-то райских гор я долго могу вам рассказывать о том какой мрак тоже можно обнаружить в армянской политике мы это все знаем понимаем но нам почему надо это обсуждать сейчас нам в израиле ли вам в россии ну протяните руку дружбы как сделала ваш правительство умное заявление же умные люди чем вот просто умные заявления вместо этого вы настраиваете всех вокруг против себя и вот тут я вам хочу еще сказать а как так произошло что страны варшавского договора бывшие оказались в нато и страны бывшего ссср многие тянутся в нато в евросоюз само собой вот вы все лживо представляете эту ситуацию так что американцы европейцы туда как-то как-то затаскивали но правда то она совершенно абсолютно 180 градусов противоположен что как только они как-то получили свою независимость эти вот во первых страны бывшего варшавского договора не начали стучаться во все двери во все дверью пока не поздно дайте нам вступить в нато потом россия станет крепче нам будет тяжелее вот сейчас пока можно читайте источник есть же воспоминания разных американских и генералов и политиков о том как это было в каком году точно произошло как когда была вот эта знаменитая речь гора вы это знаете хоть о чем я говорю когда он сказал что мы будем расширять нато но речь города этого не было как это произошло давление на америку от восточноевропейских стран было невероятно давление но еще как важно потому что их много количественное давление здесь важно этой голосовом не то что американцы прямо совсем не хотели не уж не не то что там европейцы и нато не были совсем в результате заинтересованы да разумеется здесь есть разный аспект но главная причина была это именно желание этих людей как вот сегодня грузия послушайте грузии сегодня было бы выгодно сто раз начать нормальные здоровые переговоры с россией грузии бы это было очень выгодно не хотят но не хотят садиться за один стол до сих пор это ужасно я считаю что не допускают ошибку кстати но каким-то образом ты их довели до этого состояния и не американцы их до этого довели очередной раз когда сейчас был там пенсус с ними говорил сказал что вот вопрос россии решайте то есть мы вы чё от меня хотите ну причем тут я ваши вопросы с россией ну вам надо да занимайтесь ими как последний кабель сейчас никак не может выступить имел ввиду пенс а вот если у вас есть прямые контакты ну и улучшайте отношения кстати говоря наш израильский премьер-министр вот вопреки всем канонам сегодняшних западных санкций не просто полетела москова будет участвовать в параде девятого мая американцы что они что вот израиль после этого ставить на колени будут пороть ничего подобного то есть государство имеет определенного существенно толику независимость даже те которые я понимаю что израиль конечно это не армения и грузия израиль не будем спорить 3 или 5 по силе военная держава но израиль считается с америка естественно кстати из россии тоже считается это умная политика надо читаться почему вы не считаете чувствами тех людей которые вокруг вас когда вы им говорите что вас нет субъектности а вы им так говорите когда вы им говорите что это технология это майдан вы их толкаете туда вот вы это понимаете или нет а зачем вы это делаете вот я-то как раз не сумасшедший я не думаю что все вы являетесь какие-то там агентами центрального разведывательного управления но то что вы делаете это саботаж это подрыв интересов российской федерации что очень плохо не только для вас но и для всего окружения потому что здоровая атмосфера в россии нужно все вы превращаете россию сумасшедший дом это прежде всего ваши теле подонки я не понимаю почему президент допускает эту пропаганду лжи и ненависти в таких масштабах и объемах на самом главе оскорбляете тех кто вас окружает вот то что вы сделали с армянами это недопустимо поймите это надо немедленно прекратить вообще весь все это отношение но невыносимо выстраивать отношения надо совсем иначе американцы так не поступает почему собственно не к ним-то идут но не так американцы обращаются со своими клиентами как вы зачем почему и я когда вам это говорю это вовсе не с той позиции что ах позлорадствовать я знаю что были люди которые злорадствовали пытались представить ситуации беревани как ах друга пучина скина ну вы тут друг путина был ни при чем и путин был ни при чем и вообще не об этом шла речь вы сейчас поворачивайте это в ту сторону что это может стать причем но тут будет виноват уже не какой-то там вашингтон будете виноваты вы и очень плохо очень плохо что это вы делаете очень плохо